Друзья, всех вас приветствую на канале, меня зовут Артур Романов, и в этом видео подготовил для вас максимально уверенный прогноз на матч чемпионата мира, квалификации, где встречаются между собой такие сборные, как Швейцария и Италия. Ну а перед тем, как мы с вами перейдем к разбору матча, хочу напомнить, что помимо YouTube-канала, у меня есть также Telegram-канал, где ежедневно делюсь бесплатными прогнозами. Если вам это интересно, то ссылка будет в описании. Также на сегодняшний день я подготовил для вас розыгрыш, где у каждого будет возможность выиграть денежный приз, поэтому смотрите видео целиком, чтобы ничего не пропустить. Что ж, друзья, мы же с вами возвращаемся к разбору самого матча и начнем с команды хозяев. Итак, сборная Швейцарии это очень хорошая сборная, неуступчивая в целом, которая показывает отличные результаты, и в этом мы с вами можем убедиться, взглянув на их статистику. Ведь за 11 матчей они проиграли всего лишь в одной игре, которая была на Евро, как раз против Италии, но обочная встреча позже. Ну а в целом команда показывала действительно отличные результаты и в целом шикарный футбол. На Евро в четвертьфинале они отлетели от сборной Испании, там, к сожалению, у них был обидный автоголд, и проиграли они по серии пенальти, но в любом случае четвертьфинала не так уж и плохо. Весной в квалификациях они показали отличный футбол, добыли две, можно сказать, довольно уверенные победы, 1-0 и 3-1, и в целом для них все складывается пока что неплохо, мы же с вами обсудим последний матч квалификации. Последний матч они играли со сборной Греции, добыли победу 2-1, не сказать, что эта победа была уверенной, но опять-таки 3 из 3, и Швейцария пока что идет отлично. Что же, касаемо сборной Италии, не так давно мы с вами делали разбор, говорили о том, что у них есть 34 матча без поражений, и эта серия опять-таки продлилась до 35. Ну, а на самом-то деле итальянцы показали себя неоднозначно в последнем матче, да, конечно, в Евро они англичан смогли обойти, но счет был там 1-1, и такой же счет был и в матче со сборной Болгарии, несмотря на то, что оппонент намного слабее. Да, конечно, в этом матче итальянцы, несомненно, доминировали в полном объеме этого слова, потому что просто владение мячом превосходство невероятное, по ударам превосходство невероятное, но по счету нет никакого превосходства, ведь закончили они со счетом 1-1, и все это, по сути, было в первом тайме. Ну, а перед тем, как мы с вами подведем итог, я оглашу сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, в которую ставлю лично я, это Баканалбет. Это букмекерская контора, самая широкая линия в СНГ, там есть любой матч, любой исход, который вам по душе, но, что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. А если же плюс ко всему еще воспользуетесь промокодом, который сейчас видите на экране, то можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, при регистрации вводите данный промокод, после чего просто пополните свой счет. Пополнили на 1000, получили 2000, пополнили на 10, получили 20. Я думаю, суть здесь ясна, и каждому данный бонус придется по душе, поэтому ссылка будет в закрепленном комментарии, переходите, пользуйтесь, пока Баканалбет дает такую возможность. Что хотелось бы сказать по итогу? Да, конечно, если сравнивать эти сборные на бумаге, то, конечно, итальянцы превосходят своего оппонента, и это же они доказали в последней учебной встрече, где добыли уверенную победу 3-0, как раз-таки на Евро. И не сказать, что, конечно, здесь в том матче швейцарцы были плохи, то есть, да, они неплохо сыграли, но не смогли реализовать ни один из своих моментов. Плюс ко всему, итальянцы очень хороши в обороне, об этом тоже не стоит забывать. Ну, а в целом, если мы с вами посмотрим на историю данных встреч, то можем заметить, что, как правило, данные команды между собой не играют результативно, то есть 1-0, 1-1, 0-0, все вот это ближе всего к этим сборным, а учитывая то, как сейчас себя показывает Италия, то есть, да, в целом это хорошая оборона, да, они пропустили последний матч от Болгарии, но в целом никак к обороне придраться нельзя, ведь в целом у итальянцев она очень хороша. Поэтому, на мой взгляд, логичнее всего здесь ожидать нерезультативную встречу, потому что все-таки итальянцы будут вести этот матч, несмотря на то, что они играют в гостях, я думаю, что все-таки домашний поле Швейцарии больше им позволит как-то поувереннее играть и в особенности как раз-таки в оборонительной линии. Ну, а в атаке будет тяжеловато, конечно, итальянцам забить, но это мы же с вами посмотрим. В любом случае, на мой взгляд, этот матч не будет результативным, поэтому моей ставкой в этой игре будет тотал меньше двух с половиной мячей. Также на сегодняшний день я подготовил еще два прогноза на матч Бельгия-Чехия. Если вам интересно, на что я сделал свои ставочки, переходите по подсказке в правом верхнем углу. И перед тем, как перейти к розыгрышу, хочу, друзья, напомнить, что сейчас у меня идет конкурс на чемпионат мира. То есть сейчас у каждого из вас есть дополнительная возможность заработать больше. При этом все будет зависеть исключительно от вас. Если вам интересно поучаствовать в этом конкурсе, переходите по подсказке в правом верхнем углу и на минуту 4.05. Переходите на эту минуту и там будут условия конкурса и что вам нужно сделать. Желаю каждому удачи, мы же с вами перейдем к розыгрышу на этот матч. Итак, для того, чтобы в нем поучаствовать и выиграть денежный приз, нужно для начала поставить палец вверх этому видео, подписаться на мой YouTube-канал и написать в комментариях, на какой минуте какая команда сделает первую и вторую замену. Сейчас для вас на экране появится подсказка, по ней пишем свои варианты, комментарии. Вам достаточно угадать лишь один из этих вариантов, если вы угадали, не спешите. Возможно, кто-то другой назовет такой же вариант, уже среди вас рандомным образом будет выявляться победитель. Затем я его оглашу в одном из своих видео, после чего с вами свяжется мой менеджер в обсуждениях вашего канала. Ну а победителей прошлых розыгрышей вы видите сейчас на экране. Что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза, ни одного розыгрыша. С вами же был Артур Романов, всем удачи, всем пока.